Освободился, наверное, нет? Что? Освободился? Кто? Зампередик. Вышли какие-то женщины. А тут кто-нибудь уходил? Да, вы женщина с папкой такой. Папки? С папками, с папками, с документами. Внимание, готовность. Привет. А как зовут? Седуин, совсем седуин. Как обращаться? Зовут как? Александр Викторович. Александр Викторович. Александр Викторович. Александр Викторович. Двенадцатый. Да, с тобой. Как уж здесь. А у нас есть вообще смешанная. Да. Вот она, бюрократия. Вот она, бюрократия. Только в проекте, где все выстроено против охармотизма, искренности, открытости и доверия, удается избежать бухгалтерских бюрократических проволочек и минимизировать принятие решения. Добрый день, кто меня ждет? Мы ждем, здравствуйте. Здравствуйте, я прошу прощения, но я не знаю, мы договаривались с вами? Нет, никак нет. Так, кто вы такие? Мы представляем интернет-телевидение «Глобальная волна», частная гражданская инициатива, и вот у нас есть ведущая, Наталья Рублева, профессиональный архитектор. И мы продвигаем проект «Глобальная волна», который предлагает рассмотреть миру возможность нового мировоззрения, чтобы люди перестали убивать друг друга, экономика изобилия. И Наталья сегодня посетила музей, и было бы интересно, если возможно, согласовывается с администрацией, сделать несколько сюжетов, ее комментарии, повышающие, повышение интереса к теме музея Рериха. Это интересный проект, бесспорно. Почему только Наталья должна давать комментарии? Это же наш музей. Может быть, интервью, может быть, о чем-то спросить. Вы знаете, какая у нас тяжелая ситуация? Вы можете рассказать. Потрясающе. Мы шестой месяц живем в полной изоляции. Нас пытаются уничтожить. Я сейчас прям включу камеру и запишу. Полностью. Понимаете? Нет, я сейчас не готов однозначно. Хорошо. У нас уничтожили мецената, председателя Мастер-банка, который содержал музей уже 24 года. Полностью. Все это за его деньги. Уничтожили. Никто не обратился. Мы обращались за помощью ко всем. Никаких результатов. Год культуры. 140-й год юбилея Николая Рериха. Нам подрубили культурные проекты, потрясающие по всему миру. Мы недавно вернулись из Голландии. Во Дворце мира мы проводили выставку. Зайдите на наш сайт, посмотрите, какой результат от выставки. Нам никто денег не дал. Да. Решите сразу. Да. По профессии я менеджер. Реализуюсь в области антикризисного менеджмента. Я могу вам предложить свою помощь, которая будет заключаться в том, что я принесу ноутбук, веб-камеру, планшет 4G и покажу, как открываются прямые трансляции. Каждый человек, у кого есть ноутбук, в каждом зале может открывать трансляцию. Это могут делать сотрудники музея. И таким образом люди ежедневно в режиме онлайн смогут соприкоснуться с тем, что здесь находится. Это интересное направление. А как быть? У нас сейчас готовится потрясающий проект. У нас идет уже в третий год международный проект Пакт Рериха и Стория и Современность под эгидой ЮНЕСКО. По Латинской Америке, по Европе. И мы в этом году начинаем по Азии, по Индии. Вы понимаете? Этот проект требует не только онлайн, а элементарных денег. Подготовки, выставки и так далее. Через онлайн вы и найдете тех людей, которые хотели бы предложить. Поговорить на эту тему. С удовольствием. А что касается вашего предложения, ну очень интересно. Пожалуйста, мы готовы. Когда можно будет зайти? Сейчас мы тогда пойдем. А когда? Ну давайте так. Меня завтра не будет. Ну у нас перед... Мы сотрудниками много лет отпустили. Прекрасно. Ну давайте где-то в нашей следующей неделе, когда вообще вернемся из отпусков. Хорошо. Где-то в среду. У нас визинка. А, да, пожалуйста, пойдемте. И... Проходи, проходи. Здравствуйте. Так, у нас репетиция закончилась. Какая красавица. Я... Семнадцатый век. Это мы сейчас просто здесь... Это все же отреставрировано. Мы вас удивим. Мы вас удивим. Да. У-у-у-у. Вот здесь сейчас произойдет съезд ученых. Красота вообще. Да, вот конференция площадка. Мы готовы полностью вам помочь. Вы когда посмотрите в интернете, кто я, очень обрадуетесь. Я снимаю сюжеты лично для Владимира Владимировича Путина. Да, к сожалению, Владимир Владимирович Путин или специально игнорирует. Нам создали такую изоляцию. И... Господи, это... Очень... Дайте я тебе... Александр Витальевич, моя задача создать музей микрофинансирования. Услышите, пожалуйста. Да, да, я слушаю. Вам не обращаться. Олигархи потом подтянутся, когда увидят, что простые люди стали вас поддерживать. Нужно будет после праздников и с вами пообщаться, и обсудить это дело с вашим... Ну, кто отвечает за финансы, каким образом вы сможете официально открыть субсчет. Этот субсчет сделать прозрачным для граждан. Да, естественно. Каждое перечисление видно. У нас фактически вот шестой месяц поддерживали граждане. Мы с ноября прекратили нас самым финансированием. Бах. У нас декабрь, январь, февраль, март, апрель. Еще мы полностью живем на благополучной площади. Но потребности музея мы потратили при хорошем финансовом, при всей культурной деятельности. Музеи, выставки, культурные проекты за рубежом, издание книг, издание журнала «Культура и время», выпуск фильмов. У нас огромнейший был потенциал. И остался кадр, это ведь уникальный. Ну, я не знаю, последние журнала я сейчас вам принесу. Вот мы выпустили. Мы в «Водовце мира», мы в «Водовце». Вот международный центр великов, в новостях, да? Вот международные проекты, международная программа «Культура и время». Вы революционировали, провели, вот буквально 15 апреля. И что получается, каков бюджет на месяц, чтобы граждане понимали, о каких суммах идет речь? Ну, вот, например, нам эта выставка обошлась чуть более 2 миллионов рублей. Пронеси, пожалуйста, Ксюша, журнал «Культура и время». А вот мы сейчас посчитываем бюджет на Индию, вот выставка в одном городе, в Шимле, это штат Химачал-Прадаш. Это будет в ревелах 3,5 миллионов рублей. Но выставка дальше пойдет по остальным штатам. Вы знаете, что в Индии имеется имение Николая Аберика? Нет, конечно. Откуда мы узнаем, если у вас нет прямого? Если у вас нет нашего дежурного канала Global Wave, вот был бы дежурный, мы сейчас организуем это дело, мы познакомимся поближе. Ну, ладно, так вот, смотрите, вот выставка «История современной» в актере Эриха, начатая в 2012 году в штаб-квартире ЮНЕСКО Парижа. Вот по выставке по России уже идут сколько, видите? Да, да, да. Вот, каждый месяц открывается в двух-трех городах. В штаб-квартире Европейской штаб-квартире ООН в Женеве. В Латинской Америке, Франции, Аргентина, Швейцарии, Германии, Чили. Это все идет наша общественная организация. Вы понимаете? И мы столкнулись с чем? Когда потеряли полностью финансирование, зажали в кольцо наш ни президент, ни помощник президента по культуре, ни Государственная Дума. Общественная поддержка колоссальная. Публикации, пресса, чинчерк, письмо уже, сто с лишним подписей. А денег немая? А денег немая? Не только денег немая. Вы понимаете? Москва пытается нас выселить из этой усадьбы, которая создана без копейки государственных средств. Они делали то, что нам повесили долг 28 миллионов за усадьбу. Не по нашей вине, а по вине чиновников. И не реагирует на свой же закон, который Собянин принял, 1 рубль аренды. Нас не пускает. И молчит Собянин. Можно культуры и времени? Да, пожалуйста, это вот я для вас. Проблема вся в том, вот, это я вот, статья моя специальности. Россия необходима общественная формула. Все, мы прочитаем обязательно это в прямом эфире. Поздравляю вас, встречайтесь. После... Давайте созвонимся мы в понедельник. У вас же там в том зале можно провести конференции? У нас конференция проводится в музее. У нас, вот сейчас мы... У нас в октябре будет конференция, посвященная... У нас каждый год, 9 октября, год рождения Николая Рилиппы, в этом году 140 лет, мы каждый год проводим международную конференцию. В этом году будет посвящена конференция наследия Рериховой России. Ну, в любом случае, мы готовы к сотрудничеству, к разговору и так далее. У нас есть выпускницы лицеев, золотые медалистки, владеют прекрасным фортепиано, роялем. У нас прекрасный рояль в зале Святослава стоит. Ну, в общем, после праздников познакомимся. Давайте. А вы как, просто случайно попали к нам, да? Нет, Наталья Архитектор приехала в Москву на несколько дней и максимально культурный программ. Наталья, а вы были и продряли Красное Крельцо наше? Нет. Нет? Нет. Вот вы выйдите, обогните главный дом и зайдите с тылу. Посмотрите, как мы восстановили Красное Крельцо, за что получили две премии. И Евросоюза, и нашу российскую премию. Сейчас посмотрим обязательно. А если бы вы увидели, какая была ушадьба, то и поздно. Бой и поздно, да? А вы, знаете? Я, наверное, так говорят. Я хочу попочкой попить. Прошлое, настоящее и будущее. Это и здесь. А можно поднять, посмотреть, а есть какую-нибудь обновь сыну? Нет. Просто не пишите. Прошлый, я знаю. Мы сейчас купили, то мы сейчас нет. Ну, поднимите, я вам покажу. Да, вот как раз. И так далее. Вот что-то и битта... В общем, мы продвигаем прорывные технологии, о которых Рерих мог только мечтать, наблюдая и предполагая другие цивилизации. И непосредственно здесь, из музея, нужно открывать онлайн-трансляции. А культурное духовное развитие, культурное человечество? Ну, мы, в принципе, есть люди, которые этим занимаются у нас, Павел Журавихин. Ну, это после праздников я вас познакомлю. В принципе, мы и уже перешли на некоторые моменты этого вопроса. У нас проводят здесь научные семинары, у нас достаточно серьезная научная работа идет. Это методы устаревшие. Да? Да. Это устаревшие методы. А победить можно только тем, что не предполагают. Работать на опережение. Все, спасибо большое. Вы задейте, посмотрите. Да, да, да. Я понял. Все. С праздниками наступающими. А вы мне свою визитку как-то задавили? А у меня нету визитки. У меня визитка, у вас есть интернет. Там набирайте. Я Руслав Старухин. Выйдет тысячу ссылок. То есть, как бы, я уже для себя все сделаю. Набьете дальше Ярослав Старухин телефон, выскакивает мой мобильный телефон. Ярослав, заберите. Сейчас я попрошу. Оксан, запиши, пожалуйста, Ярослав Старухин. Это руководитель традиционного отдела Оксана Валерьевна. Оксана Валерьевна, здравствуйте. Очень приятно. Ярослав Старухин. 8-926-210-93-83. Я специализируюсь в организации круглосуточных онлайн прямых эфиров, как стартап, показывающий возможность, как одиночная частная гражданская инициатива, может повлечь за собой подключение огромного количества волонтеров, участников и так далее. Пришел сюда с предложением рассмотреть возможность запуска из залов одновременно, почти круглосуточных, прямых онлайн-трансляций. И предлагать приходящим людям, кто-то, может быть, зарисовку может делать, кто-то экскурсию проводит. А кто будет осуществлять это? Это же круглосуточно. Круглосуточно нет, у нас музей закрывается по 19 часов. Я образно. Я образно. Понятно. С другой стороны, если помещение будет дооборудовано высокопрофессиональным подвижным видеокомплексом, вы в любой точке планеты можете путешествовать. Площадка может работать 24 часа в сутки, но служба охрана, вы, все штаты и акционеры абсолютно спокойны. Потому что все точки просматриваются. Но это далекая перспектива. Я, в принципе, как бы... Большое спасибо. Всего доброго. Сейчас архитектору я же обещал. Буклет. Посмотрите. Для вас это интересно, как посоздавался памятник. На что ты обратила внимание? Что ты обратила, что Рерих рисует чем? Пастелью и темперой. Да. Очень много. Да, очень. Просто я вполне много рисую. И для меня, и темперой, и пастель очень сложный. Вот сам готовил еще. Крашка. Как же не сохранить здесь? Она очень трубка. Пожалуйста. Вот вам. Как удалось сохранить? Ну, вы увидите музей, если вы заходили в зал учителей, и там портрет Елены Ивановны Рерих. Так этот портрет, самый первый портрет с Каслава, был в ужасном состоянии, когда мы произвели. 60% потери к разночному состоянию. Мы восстановили. Мы два года им пришли. У нас есть свои, ну, не в нашем штате, мы сотрудничаем со многими реставраторами, которые работают именно в стиле температур. Вот, и мы с ними работаем. Все, друзья, не отвлекаем. Большое вам спасибо. Тогда до после праздников мы появляемся. Наталья, ну, дайте комментарии, пожалуйста. Пошли на выход. Пошли на выход. У меня сказали, посмотрите, обойти. А, да, пошли, пошли, посмотрим. Дайте комментарии, пожалуйста. Как вам визит? Что вам больше понравилось? Визит в музей или визит завдиректору? Мне кажется, даже... Я не могу давать оценки, чтобы вам понравилось больше. Но визит в директор произвел у меня впечатление. Я очень удивлена, что подобный музейный комплекс лишен финансирования государства. Ты готова была бы перечислить какую-то сумму? Да. То есть Министерство культуры Российской Федерации чем занимается? Такое ощущение, что... Так, так, еще раз. Ну, как можно посмотреть такое наследие в Министерстве культуры, что... Да это диверсия, специальные диверсия. А валится на Путина. А я говорю, смотрите, Путин козел-то какой. Чего? 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 Финократизм. Вот оно. Вот, 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 граница, да. Куда они хотят это отдать? За долги отберутся. Покосившиеся здания, якобы. Хм, его. Финократизм. Сейчас слепит солнце, не видно, что на планшете отображается. Снимаю вслепую, наверное, сейчас лошадки видны.